Они хранители школьных библиотек, проводники в мир литературы для маленького человека. Школьные библиотекари всего мира каждый год в 4 понедельник октября отмечают свой профессиональный праздник. Чествовали этих редких, но таких нужных специалистов и в Твери. На торжественной церемонии побывал и наш корреспондент. Каждый 4 понедельник октября во всем мире чествуют библиотекарей. В Тверь в честь хранителей книг пришел праздничный концерт. Среди виновников торжества Татьяна Зайцева. Вот уже более 20 лет трудится библиотекарем. Самым важным считает работу с маленькими читателями. Ведь от этого напрямую зависит сохранность книг и отношение к ним молодежи в целом. Проводим с ними уроки о том, как относиться к книге, как создается книга и так далее. Сколько людей потратили, затрачено на этот труд, на создание книги. И поэтому, конечно же, говорим о том, что надо уважать, уважать, чтить книгу. Сейчас популярна электронная книга, но и бумажная не потеряла актуальности. А потому библиотекарь остается добрым другом школьника. Специалист всегда поможет с выбором литературы. Это отметил в поздравлении заместитель начальника управления образования Твери. Есть одна, две, три книги, которые переворачивают человека, его миросознание, и он по-другому в этом мире себя чувствует. И я считаю, что вот таким проводником к этим книгам, к этому подступу к мироизменению являетесь вы. В Твери функционируют 55 школьных библиотек. В их фондах хранятся более 740 учебников и почти полмиллиона художественной литературы. Забота об этом богатстве легла на плечи 75 библиотекарей. Это очень ответственный и нелегкий труд быть библиотекарем. Особенно это непросто, если к этому подходить неформально, если к этому подходить с душой. Особенно в наше время, в сложное время, это особенно ответственно. В честь праздника тверским библиотекарям вручили благодарности и почетные грамоты. А юные театралы приготовили для них сценки из любимых произведений. Напомню, что Всемирный день школьных библиотек отмечается каждый 4 понедельник октября. А в России праздник появился в 2008 году.